Мы живем во времена апгрейда. Ежегодно компании представляют нам новые версии своих продуктов с улучшенным функционалом. В этом есть достоинства, ну и свои недостатки. Это превращается в настоящий челлендж для тех, кто старается перейти к осознанному потреблению. В этом видео я расскажу свое мнение об обновлениях, а также как понять, в какой момент пора обновить свою технику. Я тот, кто называет себя минималистом. Ты, братишка, минималист. Не, я, конечно, перед зеркалом не воркую, но когда минимализм уже плотненько вошел в мою жизнь, я уже его не вспоминаю. Ну, кроме тех моментов, когда я снимаю про него видео. Я понял, что многие люди имеют ошибочное представление о нем, как правильно совершать осознанные покупки. Особенно это касается технологий. На самом деле, я тоже не пещерный человек. Мне нравятся технологии и прогресс. Мне было бы сложновато быть продуктивным, если бы я еще пользовался своим стареньким HP Pavilion. Да и видосики выглядели бы дерьмово, если бы я не заменил доисторическую камеру Sony, с которой гонял еще в колледже. Так что я приобретаю обновленные гаджеты не из-за прихоти или желания самоутвердиться. Мне это необходимо для работы. И постоянные апгрейды также нужны компаниям, которые производят эти продукты. В сфере технологии личного пользования жесточайшая конкуренция. Смартфоны, ноутбуки, камеры и даже наушники – все это производит множество компаний. И все они борются за ваше внимание и бабосики. Им приходится постоянно улучшать свои продукты, все время придумывать новые фишечки. И если расслабятся, то могут потерять клиентов и даже разориться. Производители пейджеров нервно курят в сторонке, но постоянные апгрейды имеют и негативные последствия. Каждый год Apple представляет новую версию айфона. Мы намереваемся отказаться от этих кнопок. Сложно не поддаться этому хайпу вокруг новых айфончиков. Это как новые песни Бузовой. Олечка, извини, но мало кому они нравятся. Но хайп-то ты поднимаешь. Презентации превращаются в настоящие представления. Компании из кожи вон лезут, чтобы обчистить ваши карманы. Наше время – это время невероятных инноваций. Если люди начинают реже покупать новые версии продукта, то производители сделают все, чтобы убедить их совершить эту покупку. Думаю, сейчас в воздухе повис вопрос – приобретать новый гаджет или нет? Потому что разница-то небольшая. Засовываешь новую камеру в смартфон, и все, он это самое. С обновами. Он новый. Он тебе нужен, чтобы положить его на стол или держать в руках. Он новее, он лучше, и ты можешь позволить себе купить его. Они специально меняют внешний вид телефона, добавляют больше камер, увеличивают размер экрана, убирают углы, делают тоньше, больше, меньше матовыми, глянцевыми, добавляют новые цвета. Иногда, потому что это делает телефон лучше, но большинство из этих изменений бесполезны. Они просто хотят, чтобы телефон отличался. Раньше главным показателем статуса был твой автомобиль, и автопром по-прежнему делает акцент на этом. Но в наше время намного проще показать свой статус. Достаточно того, что в твоих штанах. Твой член. Окей, не твой писен. Твой телефон. Гаджеты – это новый маркер статуса. От наушников до ноутбуков. Все это мы используем, чтобы показать окружающим, что из себя представляем, и насколько толстый кошелек имеем. Это работает и в обратную сторону. Некоторые понтуются, что по-прежнему гоняют с раскрывушками. Показать мою мобилу? Зацени мою. Смотри, я до сих пор не могу привыкнуть, что тут нет барабана. Как же сложно во все это поверить. Если вы, как и Ларри, не горите желанием покупать новую мобилу и гоняйте за своей раскладушечкой. Это прекрасно. Я аплодирую тебе заочно. Но для нас, кто все-таки интересуется технологиями и хочет обновлять свои гаджеты время от времени, все это превращается в проблему. Нам и правда стоит периодически приобретать новые телефоны, но не так часто, как их выпускают компании. Лично я, когда задумываюсь купить что-то, обращаюсь к небольшому чек-листу, чтобы понять, а нужна ли мне эта вещь вообще. Могу ли я себе это позволить? Очень важно задавать себе этот вопрос каждый раз, когда собираетесь что-то прикупить. Если у тебя долги, и это, наверное, лучшая идея потратить 100 тысяч рублей на новый айфон. Так что айфончик подождет, а вот кредиты и долги нет. Так что, если с деньгами туго, то бери пример с Ларри. Гордо, вытащи свою раскрывушечку и исправляй свою финансовую ситуацию. Если же деньги имеются, следующий вопрос. А что с тем гаджетом, которым я пользуюсь сейчас? Я тут вам график рисую, как девайс портится со временем. Я не могу долго терпеть, когда смартфон конкретно подтупливает. Если начинаются проблемы с Bluetooth, телефон вечно зависает, вылетает, быстро садится, то тогда я и задумываюсь о покупке нового. Apple извинились за то, что обновление Apple в значительной мере замедлило старые айфоны. Мамма миа, что творится? В компании объяснили это стремлением увеличить экономию энергии, началась шумиха в интернете, потом сказали, что это для продаж новых айфонов они все затеяли. Они могли бы избежать этого, просто оставив выбор за клиентами, ну или в крайнем случае не скрывая истинных намерений. И даже когда вы задумываетесь об обновлении ПО на своем телефоне, не забывайте, что обновления разрабатывают для новых версий девайсов, и ваш может их не потянуть. Есть несколько советов, которые увеличат срок жизни вашего девайса. Замена аккумулятора или экрана. Покупка чехла, чтобы не стать жертвой своей криворукости. Мои наушнички, они классные, шумоподавление на высоте, работают чётенько. Я в них, когда путешествую, работаю да вообще постоянно. И, как можете заметить, внутри они уже порваны. Но это не критично. Это запросто можно починить. Потратив всего пару баксов. Просто самому заменить эту часть. Нет никакого смысла покупать новые деньги на ветер. И так со всеми моими гаджетами. Я просто хочу получить максимум от моей покупки. И последний вопрос. Эта разница того стоит? Когда я меняю один девайс на другой, в конце я задумываюсь, а стоит ли того новые функции? Есть ли очевидная разница между одним телефоном и другим? И смотря на тенденции, с года в год так по мне вообще ни хера не меняется. Но примерно каждые три года можно увидеть серьёзные улучшения. Я, делая выбор, в первую очередь обращаю внимание на экран и камеру. Так как я занимаюсь съёмкой в Лос-Анджелесе, у меня не всегда получается снимать на профессиональную аппаратуру. Например, в магазине или офисе. На меня вечно орут, чтобы я перестал снимать. И это печально. Но при этом никого не волнует, что ты снимаешь на телефон. По крайней мере, в большинстве случаев. Так что для меня важно иметь при себе что-то компактное, на что можно поснимать. Именно поэтому я и обновляю технику раз в пару-тройку лет. Всё остальное, по сути, для меня не имеет особого значения. Распознавание лица, отпечатки пальцев и остальное. Я не такой уж и активный пользователь смартфона, чтобы заводиться от таких штук. Но ваша ситуация может отличаться от моей, в зависимости от того, как вы используете свой телефон. Это новый iPad Pro. Нереальный планшет Котьяр. Это по-прежнему iPad. И это то, что я всё чаще говорю себе. Новый телефон. Но это по-прежнему телефон. Новый компьютер. Но это по-прежнему компьютер. Он делает всё то же самое, что и другие. Просто чутка симпатичнее, чутка больше, чутка экран получше. И это чутка. Я пытаюсь не поддаваться ему на моём пути к лучшей жизни. Каждый день практикуя благодарность за те вещи, которые уже имею. И не фокусируя своё внимание на том, чего у меня не хватает. Если использовать смартфон, то только для саморазвития. На телеграм-канале «Книги на миллион» вас уже ожидает 100 выжимок книг из фир-бизнеса и саморазвития. В формате офигенно озвученной аудиозаписи. Ссылка припаркована в описании. Подпишитесь, уверен, не разочаруетесь. Спасибо за просмотр и до скорой встречи.